добрый день сегодня 29 06 17 года и 2017 года продолжим так сказать огонь по чубу я хочу сказать ради справедливости что навальный наконец-то из тех робких возражений вот каких-то каких-то своих ну вот попыток критиковать чудеса вот посмотрите я разложил целую палитру в отличие от него я рассказал как чудеса раздал все малые торговые предприятия как чудес раздал фабрики и заводы как наши финансовые учреждения тоже ушли неизвестно кому русский человек не получил ничего если не считать жкх которые согнали как колхозы в лучшихся стиле большевизма и как бы установили рабовладельческую систему непомерные платежи я потом это раскрою это просто надувательство тут господина ленина бланка как не вспомнить его замечательное выражение и ваших надо обману просто это еще было сделано как в целях экономика в целях нормализации ну вот вся вот это вот шалобуда что она там породила она породила только увеличение рот никакого улучшения работы к но просто вообще не на грош и все эти все это бы вся эта болтология коммунистическая гроша ломаного не стоит вот я даже вот про понял что вот это как это что этот что этот жилищный кодекс полную туфта когда жители робко повесили какой-то баннер хотели какие-то смешные деньги взять за свою собственность так прибежали коммунисты он поднялась такая вот это поведение оккупантов поведение вот так как они 17 года влезли так эти чубыся от нас никуда и не уходили ну вот я как бы такое существенное робкое у навального прозвучало что ну можно было назначить назначить какого-нибудь ученого ну наконец-то ну наконец-то но он и вот его образование это не хватает вашему навальному то он то не смог а я бы сказал а что господин путин господа министры вы считаете когда королева ночь профессионального ученого которого искалечить ли которым коммунисты джугашвили в цепоганые нанесли колоссальный вред здоровью сломали две челюсти когда он чуть там не умер с голов и он был назначен руководителем подобного так сказать экономии научно-экономического проекта вы считаете это неудачный опыт да вы считаете что практика проверка и показала что назначать ученых это не рентабельно неправильно и неумно да может быть у вас просто у коммунистов не хватило ума допереть что вот пришел коммунист горбачев со своими цыгане был дружную толпой решили космос не рентабельным ой немножко не дотянули джеда джапирас вместо этого через месяц они сдали этот коммунисты всю технологии но американцы врут что они через месяц полетели в космос это вранье через месяц они только их спутник взлетел на 180 километров и упал атмосфера земли 300 километров поэтому через космос даже с учетом что не сперли всю технологию королев уже через месяц и их разведка все это полуть получила потому что коммуняка и это продажный но вы можете представить себе лично вот все кто не молодежь вот это который его слушает а те кто знает его деятельность полном масштабе чтобы чтобы чубой собладал какой-то технологии какой-то я допускаю чтобы кто-то там работает в пути лица трудится может быть на его работа скорее всего и чаще всего у нас так было ставится подписи совершенно другие дядьки потому что там я писал установлен рабовладельческий строй просто просто рабовладельцы вот я не иначе называю все это какая академия плагиаторских наук россии вот и больше другого название многие считают что я преувеличиваю но тогда давайте если у нас такая мощная академия и понимаете дело в том что вот спутник чем хороший автомобиль сделать спутник сделать ну миллион если не миллиард раз труднее на первый искусственный спутник это такая супер инженерная задача и вот имея таких супер инженер супер гениев которые можно сказать что только что отгрохотала война только что им ломали ребра челюсти издевались твари коммунисты поганые которые сейчас у нас все их сынки демократы комсомольцы вот и вот и все таки они сделали они сделали это вот этих людей вот просто можно было бы в лик святых записывать если бы каноны церкви помогали понимать позволяли это сделать вот как совершенно справедливо был зачислен адмирал ушаков за его величайшие заслуги и вот наше время это не заслуга коммунистов это заслуга нашей генетики это заслуга которую пытались засмортировать ленин там обшарить обшарить этот харьков обшароварить и пожалуйста то есть какой холопов загнать их туда нафиг вот вот как решались эти люди еще смели мычать о демократии любой любой на коммунистический вонючий режим тысячу раз демократические демократичные буржуа ну как они называли буржуазных но стран с рыночной экономикой где действительно смотрят действительно на реальное соотношение труда цен где это все определяется как бы в результате фактического состояния они выдумок имбецилов обезьян и вот в этом в этой ситуации я не хотел бы просто ну вот это все сказал заметьте я и никто никогда не договорил до этого может быть я думаю что будут потом повторять но вы помните я вот число поставил специально смотрите на дату публикации помните что автор знает лучше как как будет развиваться событий как будет развиваться какое-то открытие как надо первую очередь смотреть на первое источник но я хоть не хотел бы сказать что от p2 до аграрной партии россии да вот я хотел бы сказать а как бы мы видели вот возьмите наши энергетики и прочее но я не хочу просто критикантством заниматься а конкретно вот тут можно еще все поправить можно конечно надо отобрать у олигархов коммунистов все 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 объекты энергетики но но не как-то тупо а если кто-то из частных лиц действительно вносил какие-то деньги мы даже если надо судебном порядке разберемся вот этот вопрос исследуем потому что нам нужны инвестиции и сохраним за ним но контрольный пакет то естественно должен остаться за государством потому что купить и такое предприятие и его чё-то как это приватизировать половину телевизора по половину видеомагнитофона это только может чубость сумасшедший или какой-то бредитель вот и я хотел бы такой момент как обозначить ну как можно было бы но нам во первых почему нужна национальная энергетическая компания я бы так и называл хотя бы потому что ну частные предприятия может двигать фундаментальные открытия в этой области в области энергетики но это тяжело это тяжело для слава таким компаниям но это часто тяжело или государство собирает она может и под напечатать денег чего не может сделать скажем частный предприниматель и и ну или какой-то или даже пусть даже к крупной корпорации надо развивать вот эту идею которая была положена в получении дешевый электростанкт дешевой электроэнергии которая была должна быть дешевая для нас но по рыночным ценам естественно для бандерляндии для каких-то враждебных эсэсовских режимов прибалтики ну и может быть и для других стран исключая конечно может быть какие-то дружеские страны там как белоруссия как как если ну будем надеяться что такой стороной останется сербия хотя там конечно тоже идут какие-то негативные процесса может быть с какими-то сверх важными стратегическими экономическими партнерами как китай индия ну ну пожалуй с какими-то годами надо быть осторожны чтобы не нанести вред национальному национальной экономике чтобы все это шло на пользу носила характер взаимности мы помогаем вам вы помогаете нам и кстати говоря но если во времена чубайся там на какой-то речке поставили электростанцию слуги чубайся побежали туда закрывать им такой поднял потому что стоимость электроэнергии уже начала превышать а вообще все какие-то западные но она стала дороже чем на на в других странах то есть он обеспокоился что маленький электростанция и составит ему конкуренцию мы же наоборот будем исходить из совершенно других русским людям будет как бы стимулируется как развитие альтернативной альтернативной добычи электроэнергии ветровой солнечной может быть на малых реках на чтобы это минимизировать все уроны экологии и государственная энергетическая компания где конечно чубайся не подпустят на пушечный выстрел его друзей да не будет иметь ни малейшего права не подключать эти источники и будет покупать эту электроэнергию но может за какой-то свой небольшой разумный процент и которая где будут какие-то деньги отчисляться и на фундаментальные исследования например сверхпроводимости или других да мало ли каких тут направлений может быть но и будет обратный процесс поскольку вот эти же по будут из новые источники то есть и уже сейчас создано что немецы и не имеет какой-то источник он ночью потребляет вечером уже продает электроэнергии это уже создано чубай с ним уже а чубайся нету это хочу быть альтернать посмотрите альтернативные источники германия меркели очень неумная коммунистка но значит сильная экономика сильные частные люди она не успела обесценить свести вот эти даже во время кризиса она экономика германии стагнировала но чуть-чуть катилась вперед за счет того что немцы аккуратные за счет того что они трудолюбивы за счет того что у них нету коммунистов потому что господин гитлер сажал их вот и значит вот вот злодей конечно но вот и дали иногда крокодил поедает крокодила но что вот дел и как бы такое выражение есть не было счастья да несчастье помогло вот и я хочу сказать вот везде где вот нет парахановцев нет этих 20 процентов сколько у россии альтернативные один процент коммунисты путина создали один процент у целый процент вот 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 она лицо чубайся вот он чубайся вот он смотрите один а там 20 они говорят что альтернативные источники электроэнергии они достаточно дорогие ну да они дороже они себестоимость их выше но они сохраняют экологию они сохраняют а и в этом смысле и дело в том что все время германия наращивает культуру производства вот этих аппаратов которые становятся все более рентабельные 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 на определенном этапе они уже смогут не уступать а я россия с ее фундаментальными великолепными людьми если освободить если выпустить крепостных русских ученых из подвига чубайся то я думаю что мы еще быстрее германии мы еще германии поможем в этом вопросе вот о чем идет и я понимаю что как бы германии чубайся это такое ценность такая то как бы у нас золотая орда куда надо все свозить давайте ему просто чтобы он просто ничего не делал типа как там баты сидел бы где-нибудь а ему бы просто накрывали столы парчевые вываливали золото мешками а он бы ничего не вредил и нигде так сказать не наносил как бы не по не пока ну не наносил ущерб и успокоился короче все дают кормят его поэту ну что тебе еще надо голубчик оставь ты в покое он же может еще заняться какие-то реформами пора уже этот опыт переносить господину трампу надо бросить наших коммунистов пусть трампу помогут я не знаю там вы или а вот там коммунистка меркели правит германии германию жалко конечно так поэтому вот я хочу сказать ну и между тем даже для мы ставим свои цели поддержку и мелкого и среднего бизнеса и здесь у нас широчайшая возможность для создания так сказать акционерного капитала по продаже акций но кто вложит в чубасе кто вложит даже если чубас будет рядом если какой-то сколково там и не сколково или еще какое-то вот тут рядом как если будут только уверены что завтра чубас может привернуться в рау из и никто даже и близко конечно не подойдет и это подтверждается всеми данными вот это вот говорю я не ваш навален господа там студенты школьники и прочь и вот вот ведь можно же было бы и другую элемент как ну поставил предприниматель на небольшой реке электростанцию пожалуйста пожалуйста и как бы это будет его частный собственность но он будет иметь право не только подключиться к общей системе и если ему будет отказано какая-то проволочка будет рау из будет платить не рау из а национальной энергетической компании рау из на рау из лежит проклятие чубаса и она будет платить но и не только она будет обязана этим но ведь и любой предприниматель это плательщик налогов и это как бы человек стимулирующий он вложил в производство в то чтобы вливать в нашу энергетическую компанию кровь как говорится электричество ток и так далее она будет обязана ему передать все новейшие разработки а он в свою очередь подпишут все бумаги о том что не дай бог он какому-то вот как как сейчас господин чубы сделает вот эти вот фундаментальные разработки прикладные уникальные разработки вот как у нас слили марконе тогда изобретение по поводу не дай бог он передаст и его повесит его повесит как собаку как бандеровцам понимаете как предателя отечества вот так вот так с ним поступят вот такие будут у нас законы и тогда посмотрим потому что мы ему передали бесплатно из наших так сказать добрых чувств а он взял это и загнал причем люди которые ну как бы замешаны на космополитизме на каких-то коммунистических вот этих догмах она я думаю что не будут иметь право на какое-то получение такой эксклюзивной только люди не запятнавшие себя с оккупационным режимом бланка с оккупационным режимом вот этого джугашвили и прочих вот этих наймитов рокфеллера немецком генштаба и так далее будем если мы не будем называть свои вещи своими именами никогда мы ничего не добьемся и ждать от то что ворон ворону я думаю что господина навального уже предупредили что ты там сильно так обижай нашего друга чубайся учитывая его громадные заслуги перед всемирной за кулисой перед всеми всей этой азазелью я вот ну как бы таким в развитии вот этого прошлого наши беседы вот как бы это хотел запомнить всего доброго на сегодня все